Лучшие метаболисты России отправляются участвовать в главном турнире сезона. В этом году чемпионат Европы пройдет в Нидерландах. Все понимают, что на Западе сегодня существуют предвзятые отношения к российским спортсменам и логично ожидают, что чемпионат будет не из простых. Мы помним с вами те моменты, то судейство, которое было на предыдущем чемпионате. Я все-таки надеюсь о том, что мы покажем качественную игру и все эти судейские нюансы, если кто-то нам желает чего-то недоброго, мы преодолеем. В прошлом году для того, чтобы лишить россиян победы, судьи в финале не засчитали нашей сборной три мяча. Поэтому игроки ждут подвоха и сейчас, но верят, что и это можно преодолеть. Я думаю, наш характер, как мы проявим характер сейчас, сами видите, во всем мире политическая такая, все против России, все связано. Но если в том году нам не повезло, 4 гола не забили, будем стараться в этом году 6 забить, чтобы нас ничем не смогли переломить. Верит справедливости новичок сборной Максим Пушкарев. В 7 лет он провожал своих старших товарищей на европейское первенство. И вот, наконец, пришло и его время показать себя. Плох тот моряк, который не хочет стать капитаном. Вот, поэтому, естественно, в мыслях, в планах, мечтах, все это было. Да, вот смотрел, как проходили у них сборы, как они готовились, как собирались на чемпионат Европы. В этом году вместе главой района пришел поддержать мотоболистов сенатор и легендарный спортсмен Вячеслав Фетисов. Он не понаслышке знает, что такое волнение перед ответственным матчем. Тем более, когда ты представляешь не только свою команду, но и всю страну. Простой рецепт, наверное, в этой связи. Надо верить, верить в себя, верить в то, что ты уже сделал. Сомневаться ни в коем случае нельзя ни в чем. В дружеской беседе за чаепитием мотоболисты рассказали олимпийскому чемпиону о своих проблемах. Так, сегодня на финансирование всего мотобольного спорта из госбюджета выделяется 300 тысяч рублей в год. Этих денег не хватает даже на тренировки, не говоря уже о технике, выездных соревнованиях, амуниции. В результате, всю ответственность за содержание команды, а это несколько десятков миллионов рублей в год, взял на себя муниципалитет. Фетисов обещал продумать решение этого вопроса. Ну а пока все еще раз пожелали удачи спортсменам, которая им очень необходима. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.